Здравствуйте! Библия раскрывает нам удивительный секрет Господа Бога. Порой, когда мы читаем Библию, нам не всегда понятно, почему написано та или иная история. Важно то, что Библия передает Слово Божие. Иными словами, показывает разницу между нашим сердцем и сердцем Бога. Когда люди хотят попасть в Царство Небесное, они в основном думают так. Я не должен грешить. Я должен делать доброе. Я должен помогать другим. Я должен усердно служить Богу. Очень многие люди думают именно в таком направлении. Однако, поскольку мысли Господа Бога полностью отличаются от наших мыслей, естественно, наши мысли отличаются от мыслей Божьей. Поэтому, когда мы читаем Слово, если мы будем читать Слово с точки зрения нашего, тогда мы не сможем полностью понять тот смысл, который Бог хочет передать нам. Когда мы читаем Библию, самое важное – это обнаружить, что же Бог хочет передать нам через то или иное Слово. Однажды я читал Слово Евангелие от Луки 10 главу о человеке, который попался разбойником. Данная история начинается с беседы законника с Иисусом. Законник спрашивает у Иисуса, «Что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Сколько бы мы добра не сделали, мы не сможем получить жизнь вечную. «Надо отчистить грех». А чтобы отчистить грех, нам надо поверить в Иисуса. Но что же говорит нам закон? «Что мы получаем благословение, когда исполняем заповеди». Но поскольку никто не может совершенствовать и исполнить весь закон, поскольку мы уже все нарушили, поэтому мы не можем получить благословение через исполнение закона. И Бог сказал, что дает нам новый закон. В Ереме 31 главе 31 стихе написано об этом. Первый закон – это закон Моисея. И поскольку мы его уже нарушили, даже исполняем мы не сможем оправдать себя. По этой причине Господь Бог хочет нарушить наше представление о том, что исполнение закона мы можем попасть в Царство Небесное. Через книгу Исход 12 главу Господь Бог показывает нам, что нам нужно разрушить наши стереотипы, нашими молитвами, добрыми делами и делая покаяние. Мы хотим этим попасть в Царство Небесное, но Бог разрушает наше представление такое. И мы здесь увидим, как Бог спасает нас. И спасение находится не в чем-то другом, а в крови Агнца. И если кровь Агнца будет помазана на перекладине дверей, когда мажут кровь на перекладине и косяках двери, то написано, что «увижу кровь и пройду мимо». В книге Исход 12 главе для того, чтобы мы избежали гибель, Бог, Он не сказал, что будет смотреть на что-то у нас. Он посмотрит на кровь и пройдет мимо. Иными словами, Он смотрит только на кровь Иисуса Христа. «Да, чего же вы хотите показать перед Богом? Ваши добрые дела? То, что вы много пожертвовали? Или то, что вы много молились? Или то, что вы были верными? Или то, что вы повиновались?» Мы хотим все подобное показывать Богу. Однако, если мы рассмотрим историю, как израильтяне получили спасение, то, что я делаю то, что я хочу делать, это в человеческой мысли, для того, чтобы спастись от гибели. Бог ни на что иное не смотрит, кроме как на кровь Агнца, которая символизирует кровь Иисуса Христа, пройдетая за нас. И написано «Увижу кровь, пройду мимо вас». Что значит «пасха»? По-английски это значит «пэс овер». Что значит «пэс овер»? Это значит «пройти мимо». Тот, который будет судить, который должен дать проклятие, «пройдет мимо и не даст проклятия». Почему? Когда увидит кровь. Что же говорит законник? «Что мне нужно сделать доброго, чтобы попасть в Царство Небесное?» Иисус спросил него. «В законе что написано, как читаешь». Здесь есть очень интересное выражение. Иисус не просто спросил «В законе что написано?» «Как читаешь». Он спросил «В законе что написано?» «Как читаешь». «Что значит эти слова?» «Да, в законе написано, что нужно сделать». «Но в зависимости как читаешь их, ты можешь понять совсем иные вещи». Иисус спросил «Что в законе написано и как ты читаешь?» «И что говорит законник?» «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал. Что сказал Иисус? «Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить». Совершенно верно. Если мы в совершенстве исполним закон, мы не погибнем. Но мы те, которые уже нарушили закон. И он говорит «Поступай так». Но тот, который уже нарушил. Если будет исполнять тогда то, что он нарушил, прощается? Нет, конечно. Если нарушили закон, уже ждет гибель. И если мы все исполним, все получим благословение. Однако никто не исполнил в совершенстве закон. Иными словами, даже если он начинает исполнять совершенстве, уже не получится спастись. Да, может быть, он исполнял заповеди лучше, чем другие. Но также он не является тем, который нарушил закон. То есть, тот, который нарушил. Если он до сих пор нарушил, а если будет исполнять, он попадет в рай? Такого быть не может. Например, кто-то совершил убийство. Если он больше не будет совершать убийство, тогда ему просят грехи? Или если кто-то своровал что-то? Если он больше не будет воровать, тогда прощаются его грехи? Нет, мы те, которые уже совершили грех, должны получить проклятие. Поэтому исполнением закона мы не можем получить благословение. По этой причине Иисус поясняет этому человеку слова. Некто шел из Иерусалима в Ерехон и встретился с разбойниками. Разбойники сняли с него одежду, побили и оставили едва живым. Один священник увидел его и прошел мимо. Также один левит увидел его и прошел мимо. Самарин же некто, проезжая, нашел на него Иерусалима. И увидел его и жалился, и подойдя, перевесел ему раны, возливая масло и вино, и позадив на своего сла, привез в гостиницу и позаботился о нем. Вот рассказывается об этом человеке. И затем Иисус спросил, кто из них был ближний попавшимся разбойникам, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал, и ты пойди поступай так же. Здесь есть очень интересная история. Что говорится здесь? Человек, который шел из Иерусалима в Ерехон, попался разбойником, его оставили едва живым. Верно? Иисус говорит, ты, по идее, поступай так же. Вот что сказал Он. Что здесь важно? История, написанная в 10 главе Евангелия Луки, рассказывает о нашем спасении. Рассмотрим это спасение. Человек, который попался разбойником, символизирует того, который должен погибнуть. А спасатель его является Иисус. Кто может в этом мире стать ближним попавшимся разбойникам, оказавшим милость? Иисус говорит, иди ты поступай так же. Можем ли мы умереть ради другого? Можем ли свою кровь пролить ради других? Этого не может быть. Поскольку мы не можем, мы являемся теми, которые попались разбойником. Позвольте, я еще глубже поясню эту историю. Человек попался разбойником, и он умирал. И что же он сделал, чтобы спасти себя? Он молился? Он постился? И он каялся? Просил, чтобы его простили? В 10 главе Евангелии от Луки рассказывает, как спасают человека, который попался разбойником. Написано, что самарянинший некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, подойдя, перевязал ему раны, «возливая масло и вино, посадив его на своего сла, привез его в гостиницу, и позаботился о нем». «А на другой день, отъезжая, вынул два динария и дал содержателю гостиницы, и сказал, позаботиться о нем, если и сдержишь, что более я, когда возвращаться, дам тебе». Знаете, что здесь интересно? Есть то, что сделал не тот, который попался разбойником, а тот, который спасает. Во-первых, самарянин увидел этого человека и, написано, «жалился». Затем, подойдя, перевязал раны, «возливая масло и вино». Он перевязывал и посадил на своего сла, привез в гостиницу и позаботился. «А на другой день, вынул динария и дал содержателю гостиницы, и сказал ему, позаботиться о нем, если и сдержишь, что более я, когда возвращаться, дам тебе». Спасатель совершил десять дел. Среди этих десяти поступков, что сделал человек, который попался разбойником? «Может, он сделал три или четыре вещей?» «Он не сделал трех поступков?» «Может, хотя бы два он что-то сделал?» «Может, хотя бы один что-то сделал?» «Нет, он ничего не сделал, чтобы спасти себя». Вот чему нас учит Господь. «Многие пастора учат сегодня слово неверно». Иисус сказал, «Иди и ты поступай так же». Эти слова говорят закон. «Если исполнилось все заповеди, мы получим благословение. Но поскольку мы уже нарушили, мы не можем спасти, делая что-либо. По какой причине мы не можем получить спасение? Мы думаем, что мы не получаем спасение, потому что делаем плохо. Это не так. Проблема в том, что мы слишком хорошо все делаем. Что сделал человек попасть в разбойнике, чтобы спасить себя?» «Он ничего не сделал. Даже маленьком он не участвовал. Он просто лежал. И все сделал самарянин. Люди считают, что они являются добрыми самарянами. Однако мы те, которые из-за греха попались в разбойника. Кто трудится здесь? Человек, который попался в разбойник, ничего не сделал. Все сделал самарянин. Если я что-то делал, чтобы спасти себя, тогда спасение – это не по милости, а мои дела. Написано, ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар. Не от делал, чтобы никто не хвалился. Само спасение не происходит через нас. Сто процентов происходит через Иисуса Христа. Однако проблема в том, что мы ничего не должны делать, чтобы получить спасение. А Иисус должен совершить все. Если мы прикасаемся к нашему спасению, мы все портим. Только один Иисус Христос должен трудиться. А мы считаем, что нам надо прилагать усилий, только тогда мы сможем получить спасение. Однако, когда мы читаем Библию, нам нужно понять, что же Бог хочет нам сказать. Эту историю мы должны понять, что не человек, который попался разбойником, спасает себя, а Иисус спасает. Что же говорит нам книга Иисус Ход 12 глава? Кровью Агнца мы получаем прощение грехов. Ни молитвами, ни покаянием мы получаем прощение грехов. А кровь Агнца должна быть помазана на перекладине и косяках двери, тогда суд минует нас. И написано, увижу и пройду мимо. Пройду мимо значит по-английски Passover. Что значит Пасха? Пройду мимо. Не буду судить, а пройду мимо. А как Он пройдет? Смотря на кровь Иисуса. Смотря на кровь Агнца я пройду мимо. Это символизирует Иисуса Христа. Мы ничего не должны делать, чтобы спасти нас. Это слово показывает, что кровью Иисуса Христа делами Иисуса мы получаем спасение. Однако многие сегодня думают, что они должны прилагать усилия, чтобы спасти себя. Наше спасение устроено только через Иисуса Христа. Что сделали израильтяне, чтобы спасти себя? Помазали кровь Агнца на косяках двери. В книге Леви 4 главе рассказывается о жертве за грех. И в книге Леви 4 главе ясно отражено, как прощаются наши грехи. И я внимательно читал книгу Леви 4 главу. И вся 4 глава рассказывается о жертве приношении за грех. Есть 4 типа приношения за грех. Первое приношение, когда согрешит священник. Второе, когда согрешит весь народ. А третье, когда согрешают вожди. И четвертое, когда согрешит кто-то из народа. Людей делят на 4 группы, и каждая группа приносит жертву, как подобает ему. И первая жертва – это жертва за священника, когда тот согрешит. Вторая жертва – это если согрешит весь народ. И третья жертва – это если согрешат старешины. И четвертая жертва – это жертва, если кто-то из народа согрешит. Когда я читал книгу Леви 4 главу, я подумал, кто же я? Это было до моего спасения. Я не был священником, не был старешином, я не был всем народом. Я был одним из народа. Поэтому я читал жертву за одного из народа. 27 стих. Если же кто из народа с земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не дожило делать, и виновен будет, то когда узнан, будет им грех. Есть одно условие, чтобы мы получили прощение грехов. Первое – мы должны согрешить. Второе – мы должны осознать, что согрешили. Даже если мы хотим получить прощение грехов, если мы не согрешим, мы не можем получить прощение грехов. А также, даже если согрешили, если мы не узнали, что мы грешники, мы не можем получить прощение грехов. Почему же Бог дал нам закон? Не для того, чтобы, исполняя закон, делали добрые дела. А закон дан для того, чтобы мы осознали, что мы грешники. Без закона мы не узнаем, что есть грех, а что нет. Поэтому закон показывает, что в Арсо есть грех. Этому нас учит закон. Ложь является грехом. Этому нас учит закон. Прелюбодение является грех. Этому нас учит закон. Нарушение субботы есть грех. Этому нам говорит закон. Закон показывает нам, что является грехом. Мы, читая закон, мы осознаем, я согрешил. Для того, чтобы поняли, что мы согрешили, вот для чего нужен закон. Но человек, который нарушит закон, как бы не исполнял заповеди, не может этим получить спасение. Многие люди, хотя Бог дал закон, чтобы мы поняли грех свой, но поскольку написано, что нужно исполнять закон, чтобы получить благословение, люди пытаются, да, исполнять закон. Но никто ведь не может совершенство исполнить. Те, которые нарушили, что бы они ни исполняли, уже являются теми, которые нарушили. Поэтому даже если мы после нарушения будем исполнять совершенство, мы не можем получить прощение. Поскольку мы уже те, которые нарушили, нам нужен новый способ. И книга Леви, 4 глава, 27 стих, говорит нам, «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, то когда узнан будет им грех, пусть приведет он в жертву козу беспорока за грех свой, поскольку возьмите за грех смерть, нужно принести смерть. И для прощения грехов нужно привести козу жертву». Затем 28 стих. Нет, давайте 29 стих посмотрим. 29 стих. Здесь говорится о жертве за грех. И возложит руку на голову жертвы за грех. Сначала я не мог понять, почему нужно возлагать руки. Я искал ответ долгое время в Библии. Но в 16 главе книги Леви, 21 стихе, говорится ответ. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, исповедая над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и возложит их на голову козла. Хотя я согрешил. Для того, чтобы я получил прощение грехов, нужно, чтобы умерла коза. И поэтому коза должна умереть вместе с человека. И для этого надо передать грехи. Когда священник возлагает руки на голову жертвы, и тогда грех передается жертве. И когда жертва умирает, так прощаются грехи. Книги Леви, 4 главе. Посмотрите 30 стих. И возьмет священник кровь ее перстом своим, и возложит на роге жертвенника всесожения. На жертвенниках всесожения есть 4 рога. И почему же нужно возложить кровь на рога жертвенника? Когда мы смотрим только одну часть Библии, нам не ясно. Но в Еремии, 17 главе, и описана причина этого. Первый стих. Грех Юды написан железным листом, алмазом и острым начертан. Наскрыжали сердце их и на рогах жертвенников их. Написано, написано, на скрыжали сердце их и на рогах жертвенников их. Куда же Бог написал наши грехи? Когда мы встречаемся с Богом, Бог должен говорить о нашем грехе. С Богом изральтяне встречались на жертвеннике. И он написал на рогах жертвенников, чтобы посмотреть, что мы совершили. Мы же написали, наскрыжали на наших сердец. Я воровал. Я обманывал. Я прерыводействовал. Я ненавидел кого-то. И это написано, на скрыжали сердца наших. Когда умирает Агнец, берут его кровь. И что значит, мажут на рогах жертвенника? Это значит, что кровью очищается запись о нашем грехе у Бога. Агнец умирает за нас. И пролил кровь за нас. Его кровь мажут рога жертвенника, чтобы стереть запись о нашем грехе у Бога. И как же это называется? Изглажу. Изглажу. Что значит? Закрашу. Поставлю сверху. Он красит кровью, чтобы стереть. Вот что значит изглажу. Наши грехи написаны на рогах жертвенника. Закрашивает кровью. Для чего? Поскольку жертва получила все наказание за меня. Теперь мои грехи омыты. И этой крови Господь Бог изгладит надпись о наших грехах. В чем же заключается удивительная деяния Бога? Наши грехи омываются кровью Агнца. Поскольку Агнец получил наказание за нас, прощаются наши грехи. А не потому, что мы плакали, молились и лекались перед Богом. Если бы молитвой можно было очистить грех, зачем закалывать Агнца? Что значит жертва за грех? Мы передаем грех Агнцу, и возмездить за грех смерть. Поэтому Агнец должен умереть, чтобы очистить наш грех. А в 12 главе книги Исхода рассказывается о Пасхе. И ангел Господень ходит по всему Египту и убивает первенцев. Есть один способ, чтобы спасти себя. Это помазать кровь на косяках и перекладине двери. И тогда ангел смотрит, говорит, здесь уже был суд. В этом доме уже был суд. Уже заплатили цену за грех. И посмотрев на кровь, ангел пройдет мимо. И таким образом они спасутся от гибели. Это есть обещание Господа Бога. Даже если мы каемся, даже если мы плачем, даже если мы говорим на иных языках, даже если мы молимся, это не значит, что наши грехи будут омыты. Важно то, что после смерти Иисуса Христа на кресте Иисус не помазал Свою кровь на земле, но Он вошел в небесную скинью и помазал Свою кровь на жертвенке небесном. Он помазал Свою кровь на скине небесном. И через то, что Он пролил Свою кровь на небесной скине, Агнец Божий получил наказание за нас. Иисус Христос, Он помазал Свою кровь на небесной скине. А в Царстве Небесном все вечное. По этой причине Он навсегда очищает наши грехи. В Царстве Небесном мы не будем умирать, прожив 50, 60, 70 лет. Для того, чтобы навсегда очистить наш грех. Он очистил наши грехи на небесной скине. Мы получаем прощение грехов. Не потому, что я что-то сделал. Крови Иисуса Христа, мои грехи уже омыты. И мы верой принимаем эту истину. «А, на кресте мои грехи омыты». В ту ночь, когда Господь судил в Египет, первенцы, которые были в доме, кто-то подумал, «Я не сделал много греха, я не сделал много плохого». Этот человек думает, что он добрый, но он умрет. Единственный способ, чтобы этот человек выжил, это если закончится суд. Если кто-то умрет за тебя, посмотри на кровь, как кровь помазана, так же на руках жертвенника, когда мажем кровь, надпись о нашем грехе полностью исчезает. Бог сказал, «Как же стереть надпись о наших грехах в нашем сердце? Чем? Верою». Верою о том, что наши грехи омыты, мы очищаем память о наших грехах. Когда мы понимаем истинное значение Библии, мы можем поверить Бога. Люди часто читают Библию с точки зрения своих представлений. Причина, по которой Бог может спасти нас в день Пасхи, есть в одном. Если на косяках двери и перекладине двери. Косяки — это то, что находится с двух сторон, а перекладине — то, что находится сверху. Нужно помазать кровь на косяках и перекладине двери. Чтобы первенец того дома мог спокойно ночевать, что он должен проверить? Должен проверить, помазан ли косяки дверей и перекладина кровью или нет. Ангел Господень не будет обращать свое внимание на что-то другое. Ангел будет смотреть, есть кровь или нет. Что же сложное в нашей духовной жизни? Если мы знаем ясное слово, любой из нас может получить спасение. Но почему же люди не получают тогда спасение? Хотя они читают Библию. Но они не обнарушивают ясную волю Бога. Они своим представлением о Боге хотят верить в Бога. Они думают, я загрешил, я должен погибнуть, поэтому я должен делать доброе. Я не должен грешить. Я должен просить, чтобы Бог просил мои грехи. люди думают по-человечески. Что же говорит нам Бог? Когда я буду ходить по земле гипетской, я увижу кровь, и когда увижу кровь, пройду мимо и не придет в вашем доме проклятие. если мы встретили Пасху, мы люди, которые согрешили. Мы должны погибнуть. Что должен проверить первенец? Мама, мы же покрасили дверь кровью. Да, твой отец два раза мазал кровью в наши двери. Мама, я хочу проверить. Сыночек, не надо проверить, а вдруг тогда ангел подойдет? Ничего, если будет кровь, тогда ангел не убьет меня, поэтому я только проверю, есть кровь или нет. И первенец выходит, смотрит и косяки двери и перекладывает помазан кровью. Тогда он может спокойно дыхать, потому что Бог смотрит только на кровь. Подобно этому, есть ли в нашем сердце кровь агнца? А как мы можем помазать кровь агнца в наше сердце? Да, есть и дверь, тогда можно помазать. А как помазать кровь в наше сердце? Ведь надо, чтобы кровь агнца была в моем сердце, когда Бог посмотрит на меня. Как мы можем помазать? Краской надо свою грудь покрасить? Нет. Бог смотрит на наше сердце. Я согрешил. Но Иисус провел кровь. Эта кровь очистила мои грехи. Аминь. Аминь. Значит, у этого человека в сердце есть кровь агнца. Аминь. Да, я точно согрешил. Я должен погибнуть. Должен получить проклятие. Я должен умереть. Однако, в моем сердце есть кровь агнца. Кровь пройдет за меня. Кровь Иисуса, который умер за меня. А это кровь. Является доказательством, что Иисус получил наказание за меня. И в сердце человека, который будет в такое сердце, даже если придет приключение, у нас будет веро, что мои грехи омыты. Потому что кровь пройдет Иисусом очистила мои грехи. Поэтому я не погибну. Ангел, приходи, все равно косяки двери наших помазаны кровью. Мамочка, скажи, мы же помазали кровью наши двери. Ты что, забыл, какой у тебя отец? Не раз он помазал. Несколько раз помазал. Аж кровь текла. Аж капает кровью. И косяки покрашены. Не беспокойся. Ангел увидит, еще останется. Кто-то чуть-чуть, да, помажет, чтобы не запачкать дверь. Если помазать немножко кровью, вдруг ангел может пройти мимо. Поэтому разве будут мазать мало? Я думаю, что на их месте я бы не только перекладил и косяки, но и ручку, чтобы ангел, если будет пытаться открыть дверь, подумал, «О, здесь кровь!» Еще на стену помажу, или еще на дверь помажу, чтобы вся дверь была в крови. Тогда ангел сможет войти или не сможет? Написано, «Увижу кровь и пройду мимо». Кровь доказывает, что принесена смерть. И Иисус получил проклятие за нас и пролил кровь, и мы должны получить гибель. Но поскольку Он пролил свою кровь, мои грехи омыты. Я омыт. И вера в это является верой в Иисуса. Некоторые говорят, «Ну, я верю, что Иисус очистил мои грехи, но можно так верить? А вдруг у меня нет спасения?» Этот человек сомневается в слове. В Библии написано, «Увижу кровь и пройду мимо». Как мажут кровь на косяках двери. Также в нашем сердце есть кровь Иисуса. Если вы посмотрите на сердце, «Я согрешил, я обманывал, я воровал, я совершил множество грехов». Но Иисус умер, кровь пролив на кресте. Аминь. Аминь. Он умер и пролил кровь. И эта кровь очистила мои грехи. Нужно верить в это. Верить в то, что мой Иисус завершен. Люди знают, что Иисус очистил мои грехи. Но называют себя грешником. Говорят, потому что не верят в кровь. Если же верим в кровь, мы не можем быть грешниками, потому что пролита кровь. Потому что двери помазаны кровью. Ужи косяки помазаны кровью. Во что верите вы? Верите в то, что попадете в Царство Небесное, делая добрые дела? Нет, это неправильно. Сегодня многие корейские церкви, многие пресвитторы, дьяконы, служат Богу. Но когда предстоят перед смертью, мне их так жалко, потому что у них остался грех. Они помнят тот грех, который они совершили. И не верят, что их грехи омыты. Поэтому каждый день они просят, чтобы Бог просил их грехи. Но если Бог просил, зачем просить прощения за грех? И наши грехи омываем не своими делами, а Иисус очищает наш грех. А Иисус очищает совершенным образом. Мы должны верить в Иисуса. Если Он говорит, что омыл, значит омыл. Вот что такое вера. Аминь. Аминь. Это есть вера. Сегодня многие люди, поскольку у них много греха, они хотят по-другому делать хорошо перед Богом. Много приносить десятину, хотят быть верными, если они могут молиться, если будут предлагать усилия, они думают, что их грехи будут омыты. В Библии я читаю, люди думают, что надо делать добрые дела, чтобы попасть в Царство Небесное. Но Библия говорит нам по-другому. В Библии написано, что кровь должна быть на перекладе, не косы, как двери. Тогда я пройду мимо. То есть не войдет в дом, а пройдет мимо. Пойдет в следующий дом. Понимаете это? Мы покрасили кровь. А если в доме Самуила не покрашены на дверь кровью, то мой дом, ангел, пройдет мимо. А здесь увидит, нет крови. И войдет, и будет пытаться убить первенца. Так произойдет. Неважно, хорошо я каясь или плохо каясь. Я тот, у которого много греха. Очень много греха. Поэтому, когда Иисус умер на кресте, мои грехи были омыты. Иисус взял свою кровь и вошел в небесную скинию и помазал на рогах жертвенника. И там все вечное. И жизнь вечная. Там все вечное. И кровь вечная. Он навсегда чистил наши грехи. Иисус не помазал свою кровь на земле. Он помазал свою кровь на небесной скинии. Когда я говорю о спасении, только кровь Иисуса Христа может очистить наши грехи. Но поскольку люди не верят в кровь Иисуса Христа, они говорят всякую елесть. Они говорят, что должны быть верными, что надо хорошо жертвовать, что нужно каяться, что надо плакать, что нужно жертвовать собою, что нужно отдавать все. И думают, что таким образом могут спасти себя. Чем сто, десятки тысяч наших поступков лучше одно дело Иисуса. Даже если мы ничего не сделаем, одной капли крови Иисуса достаточно, чтобы очистить все ваши грехи. Иисус взял свою кровь. И вошел в скиню небесной, которая неизменна. И свою кровь помазал на рогах жертвенника небесного. Там все вечное. Он совершил вечное искупление. В Ветхом Завете приносили жертву каждый раз, когда грешили. Потому что этот мир, это мир времени. Потому что даже если я прощу грех, тогда оно будет прошедшим. Это не будет будущим. Если я согрешу, надо будет снова приносить жертву. Но в царстве небесном же не так. Там нет времени. Даже пройдет тысячи лет, оно всегда будет настоящим. Там вечная жизнь. Поэтому надо навсегда чистить наш грех. В царстве небесном все вечное. Понимаете это? И жизнь мы будем там вечно. И грех будет там вечно. И Бог будет всегда вечным. И оно будет неизменным. Некоторые люди говорят, ой, наверное, мы там устанем от того, что вечное. Как можно вечно жить? Мы так говорим, потому что никогда там не были. Я тоже там не был. Царство небесное пойдет, никто попало. Надо освободиться от этого тела, потому что оно не вечное. И мы должны туда войти в новом теле. Что же я хочу вам сказать? Нам не нужно делать чего-то хорошо. Нам надо смотреть на слово Библии. А Библия говорит, что жизнь или смерть определяется кровью Агнца. Помазана эта кровь или не помазана? Аминь. Аминь. Если мы помажем кровь Агнца на двери, кровь Агнца очищает наши грехи навсегда. Даже если мы делаем плохо. Даже если мы немощные, пролита кровь. Иисус ведь умер за нас. Я не знаю, Иисус очистил мои грехи или нет. Если кровь пролита, значит, грехи омыты. Но нельзя не верить в это. Аминь. Мы должны верить в это. Я согрешил. Но Иисус получил все наказание за меня и навсегда очистил мои грехи. Это и вера есть истинная вера. Но, к сожалению, сегодня многие церкви требуют, чтобы мы делали много добрых дел. И говорят, что таким образом мы пойдем в Царство Небесное. Но это не так. Даже если мы ничего не сделали. Поэтому используется слово «благодать». Иисус получил и простил все наши грехи. И нам надо поверить, что мои грехи омыты, что с моим грехом покучено. И перед нашим способом, если есть кровь Иисуса Христа, ангел пройдет мимо. Когда мы предстанем перед судом Божиим. Да, я согрешил. Но кровь Иисуса Христа очистила мои грехи. И люди, у которых имеют такую веру, в их сердце есть кровь Иисуса. Кровь Иисуса очистила мои грехи. У меня больше нет проклятия. Это все по благодати. Вот такую веру мы должны приобрести. Но, к сожалению, цатна очень хитрым образом искушает нас. Люди говорят, я был в одной стране, там был человек, верующий, который 14 лет сидел в тюрьме из-за Господа Бога. И он пришел, чтобы встретиться со мною. Я сказал ему, получили ли вы пресчание грехов? Он говорит, да. Я спросил, как вы получили? Он говорит, пастор, я 14 лет был лишением свободы. Неужели мои грехи не омыты? Я открыл Библию и начал говорить. В Библии написано, не от дел. Он начал злиться. Пастор, вы разве сидели в тюрьме? Я сказал, я много раз хотел проповедить Слово в колонию, но сам лично не сидел там. Он сказал, пастор, пока я был 14 лет в тюрьме, не только я мучился, но и моя жена была гонима. Дети не могли чего не есть. И хотите сказать, что я не попаду в Царство Небесное? Я сказал ему, в Библии написано, не от дел. Делами мы не можем получить спасение. Дорогие слушатели, я не говорю, что добрые дела — это плохо. Но грехи человека, который согрешил, не прощают добрые дела. Возмездить за грех — смерть. Кроме крови Иисуса Христа, ничто не может очистить наш грех. Что бы мы ни сделали, вы не сможете очистить свой грех. Только кровь Иисуса может очистить наш грех. Не надо обращать внимания на свои добрые дела, хорошие дела. Они не могут помочь нам очистить наш грех. Кроме крови Иисуса Христа, ничто не может быть полезным. Кровь Иисуса Христа, оно вечное. Любой момент, когда мы умрем, заданная искушает, а вдруг я попаду в ад? Но кровь Иисуса Христа очистила мои грехи. Нам нужно верить так в слово. Кровь Иисуса Христа является доказательством, что мои грехи омыты. На кресте Он очистил все мои грехи. Кроме этого, ничто не может нам помочь очистить наш грех. В истории о человеке, который попался разбойником, человек, который попался разбойником, он ничего не сделал. Добрый самарянец совершил все ради Него. И эта история символизирует, что Иисус очистил наши грехи вместо нас. Дорогие слушатели, чтобы мы предстали перед Богом, кроме крови Иисуса Христа, нищего не может нам помочь. Когда Иисус умер на кресте, Он совершенным образом очистил наши грехи и получил все наказание за наш грех. Совершенно он очистил наш грех. Мы ничего не можем сделать уже. Нам не надо своего показывать перед Богом. То, что я принес десятину. Не десятиной мы идем в Царство Небесное, а кровью Иисуса. У меня много греха. Однако, Иисус получил все наказание вместо меня. И я стал омыт. И это есть истинная вера. Не обманывайтесь. Когда вы ведете духовную жизнь, не надо делать акцент на ваши добрые дела. Вы идете в Царство Небесное верой в Иисуса Христа. Мы должны думать о том, что Иисус сделал ради нас. А то, что я сделал, не имеет большого значения. Иисус умер на кресте ради моих грехов. И совершенным образом очистил все мои грехи. И мы должны веровать в это. Верить в то, что мои грехи омыты. Кровью Иисуса Христа. Этого предостаточно. Но людям этого мало кажется. Поэтому они считают, что надо посидеться, что-то делать, молиться, делать добрые дела. Но это поступок, который пренебрегает кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа только может очистить совершенным образом наши грехи. И я желаю, чтобы мы все поверили в эту истину. Мы веруем в это. Он становится нашим господином. Веруйте, что Он решает все наши проблемы. Когда мы получаем прощение грехов, Бог хочет действовать в нас. Да, мы можем делать ошибки и согрешить. По этой причине Иисус совершил вечное искупление. Совершенным образом. Чистейшим образом очистил нас. Но Сатанай искушает нас. Говорит, а вдруг ты умрешь? А вдруг у тебя нет спасения? Доказательство, что мои грехи омыты. И являются только кровью Иисуса Христа. Поэтому в 12 главе книги Исход Бог обращает внимание на кровь. Он не смотрит на что-то иное. Он не проходит, увидев вкусную еду. Не проходит мимо, если мы хорошо поздороваемся. А проходит мимо, если увидит кровь. А кровь Иисуса является доказательством, что мои грехи омыты. Кровь Иисуса Христа, которая пролита за нас, является доказательством. Имейте дерзновение в вашем сердце. Приобретите веру. Веруя в эту истину. Что Бог никогда с нами. Что Он охраняет меня. Что Он ведет меня. Веруйте так в Бога. «А что, если Бог не будет действовать у меня?» Вы скажите, «Отойди от меня, сатана!» «Бог со мною!» Если вы будете верить в Бога, я уверен, вы получите благословение. Давайте будем счастливы в крови Иисуса Христа. И будем иметь дерзновение. Будем иметь веру. Я желаю, чтобы вы славили Господа Бога. Спасибо за внимание. Продолжение следует...